Девочка-пай Это был тайфун настоящий, тайфун любви, эмоций. Это был замечательный, уникальный, редкий человек. Ничего удивительного в том, что он очень нравился женщинам, девушкам очень нравился. Еврейская мама, когда делает пожелания своему ребенку, она звучит всегда так. Чтоб ты меня пережил и был здоров. Глубочайший смысл в этом есть. Мало того, чтобы он был здоров. Чтоб ты меня пережил и был здоров. И тот факт, что Миша нас не пережил, является сущностью нашей трагедии. Первый. Даю разрешение на взлет. Набор высоты. Взлетайте. Скорость действует. Он не был звездой экрана, не выступал с высоких политических трибун. Его фото редко мелькало в газетах. Тем не менее, 8 мая 2007 года проститься с ним, казалось, пришла вся Москва. Кем же был этот человек, который оставил след в жизни стольких людей? Для кого-то другом. Для кого-то любимым и родным. Для большинства. Человеком-делы и талантливым строителем, которому удалось создать одни из самых уникальных объектов в Москве. Год 1986-й. В воздухе витает ветер перемен. Идет последняя пятилетка советской страны. Михаил Горбачев объявляет перестройку. Михаил Рудяк решает, что наиболее перспективный бизнес в эпоху перемен строительный. В разрушенной стране начинается большая стройка в прямом и переносном смысле. Строит заново дома, отношения, новой формы собственности. Его талант, организатор, ну просто пир из него. Ему нужно применить. Гражданское строительство, особенно в Москве, как раз бурными темпами развивалось. И тут для него был непочатый край. Для его способности организатора это было то, что нужно. Я тогда только-только начал работать и всех, с кем встречался, спрашивал, а что бы вы могли бы сделать. Вот как раз процесс реконструкции центра города, программа реконструкции центра города была тогда очень актуальная. И он сказал, а мы могли бы укреплением фундаментов заняться. Я сказал, угу, и назвал ему пару адресов, где как раз это была очень-очень актуальная проблема. Он принес через пару дней проект. И меня вот этот проект покорил. Очень здорово было сделано с инженерной точки зрения. Я говорю, давайте, сколько денег? Он говорит, а мы сделаем бесплатно, просто чтобы показать, что мы можем. Это был трамплин для большого взлета. Вскоре Михаилу предложили грандиозный, очень рискованный проект реконструкции Манежной площади в Москве. Собственно, это Манежная, вот весь комплекс на Манежной площади, он же лежит на туннелях метрополитена. Вот и плохая геология, и близлежащие здания, да еще линия метро и прочее, прочее, прочее. Не проходила недели, чтобы газеты не писали о том, что эта стройка очень опасна. Малейшая ошибка, и под землю могут уйти не только гостиницы Москва, но и исторический музей. Идея создания подземного комплекса на Манежной площади имеет уже, я думаю, больше, чем десятилетнюю историю. Все говорили, что это очень хорошо и красиво, и боялись браться за вот такую колоссальную хирургическую операцию. Операцию, похожую на операцию на сердце. То, как он выполнил эту работу, у всех вызвало только уважение. И он нашел число вот этих вот элиты, московской строительной элиты.